Приветствую вас. Я думаю, что все очень индивидуально. Я думаю, что созависимость это не инвалидность, что от нее можно избавиться, но только в том случае, если человек этого хочет. Можно ли проживать с человеком в одной квартире и избавиться от созависимых отношений? Можно, но, опять же, это возможно не для всех. Кто-то может, кто-то нет. У кого-то есть мотив, а у кого-то нет. И важно понимать, что созависимость появляется не просто так. Важно понимать, что у созависимости есть некоторые препятствия, у созависимости есть некоторые, скажем так, особенности, некоторые, скажем так, возможности. у созависимости есть некий такой плацдарм, на котором, грубо говоря, располагается то, в чем человек нуждается. То есть, плацдарм, на котором располагается вот именно то, в чем, что необходимо человеку. И до тех пор, пока вы сами не удовлетворены, вот вы сами до тех пор пока не удовлетворены, значит, ну вот непосредственно в том, что благодаря чему появилась ваша созависимость. Я думаю, что ситуация вряд ли изменится. До тех пор ситуация вряд ли изменится, я так думаю, к сожалению. Вот. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на то, как вы к этой созависимости вообще пришли. А вот в первую очередь нужно обратить внимание на то, как вы оказались в созависимых отношениях. И вот уже дальше смотреть, понимаете? То есть просить мужа, который является зависимым от алкоголя, посидеть с детьми, чтобы вы перестали быть от него зависимым. Но это, мягко говоря, странно. Грубо говоря, наию. Да? И грубо говоря, вот как, опять же, мне видится эта ситуация, ну, ставит под некоторое сомнение, что ли действительно вашу потребность в том, чтобы что-то изменить. То есть для меня это выглядит, да, я не хочу вас в чем-либо обвинять, да, я просто говорю, что для меня это достаться выглядит примерно таким образом. Вот. И, собственно, в этом и заключается суть. Проблем, проблем. В этом и заключается суть. Проблем. О, смотри, какая штука. Вот. То есть вы, как будто вы думаете, что муж одобряет то, что вы делаете, но на самом деле нет. На самом деле он не одобряет то, что вы делаете, он не может это одобрить, потому что он вас в таком случае будет напросто потерять. Естественно, он ставит парки в колеса. Вот. Вы ждете, что он будет вас в этом такое ощущение, что поддерживает, но, соответственно, ничего хорошего из этого не получается и получиться не может. Дальше. Созависимость связана с такими аспектами, как выниженная самооценка, страх одиночества, отсутствие собственного виденного смысла, ощущение собственной защищенности, ощущение неуверенности в себе и так далее. Вот. И с этими моментами вам нужно работать. Понимаете? С этими моментами. Вот вы говорите, например, про тот же, допустим, треугольник Карпана, да? Ну, хорошо. Треугольник Карпана вы знаете. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Что ты делаешь. А вот у меня ощущение, что вы что-то делаете. К сожалению, не наверняка. И это очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что знание без действия, это, ну, по сути, ничего не значит, что знание без действия. Это просто какая-то такая умозрительная история, которая, ну, просто есть, чтобы было и всё, в принципе. Вот. Поэтому, я думаю, что, вот, пока это больше подходит, например, больше подходит, но то, что вы делаете вид, что старается быть несозависимым. Потому что, ну, видите, если видите, что у вас не получается, например, да? Видите, что у вас не получается адекватно проживать в одной квартире с мужем. Что муж, он не поддерживает вас. Повторюсь, он, в принципе, не должен это делать, да? Не должен вас поддерживать. Ну, соответственно, нужно, нужно рассматривать вариант жить отдельно. Без этого никак. Но вы, по моим ощущениям, даже задавая свой вопрос про избавление от созависимости, как будто бы надеетесь, понимаете, вот, как будто бы надеетесь на то, что останетесь в, ну, в созависимых отношениях. То есть вам, наконец, не нужно будет что-то делать, чтобы избавиться от созависимости. Вот. Хотя, по факту, да, вам достаточно тяжело. Вот. Вот, в принципе, такая история. И, значит, от зависимости не избавляет, не избавляет, не избавляет. Зависимость от скрывал, да? Потому что человек, в данном случае женщина, не случайно выбирает мужчину такого, кто является зависимым, там, от, ну, от чего-то. Понимаете? То есть вы выбрали человека такого, не случайно. Вас били. Но это определенные основа, основания. И нужно понять, что это за основания. Какие это за основания. Понимаете? Какая штука. Какие у вас желания? Я думаю, кстати. И вот, когда и если вы сможете это для себя раскрыть, тогда появится реальный шанс, вот, на вас перестать быть созависимым. Ну, здесь и личная граница, здесь модель жесткой любви, любви. Здесь есть наполненность вашей собственной жизни смыслом. Наполненность вашей жизни смыслом. Это все очень важно. Если этого ничего нет, если вы просто работаете над, ну, над выходом на созависимость, просто выполняете какие-то техники и так далее, то само по себе ничего не появится. Я не говорю, что то, что вы делаете, это плохо. Нет. Но я говорю, что вероятно, вам нужно делать что-то еще, помимо того, что, значит, вы делаете сейчас. Дальше. Значит, так. Значит, так. Больше нужно укреплять все металлсы. Ну, это нормально, правда. Человек пытается вас починить себе. Ваш муж пытается вас починить. Более того, ваш муж, он боится, в принципе, боится того, что вы перестанете ему подчиняться. Боится того, что, там, слишком свободно. Он пытается вас вернуть обратно на исходную позицию. Ну, кстати, у него это получается. У него это получается. Дальше. Значит, так. В итоге у меня сочинство 3. Позвоню на работу. Начинаю его искать. А 7 обусловленных 3. Ну, то есть, 7 обусловленных. То есть, то, что вы начали его искать. То, что вы, как вы говорите, не сорвались тогда, чем это связано, что вы нашли его искать. И сорвали. Ну, то есть, вы пишите просто срыв. Срыв, он же куда-то срыв. Срыв, он, как правило, куда-то и откуда-то возникает. То есть, вы хотите сказать, что боретесь с тем, чтобы не сорваться. Так? Я понимаю. Получается. Ну, получается. Или как? Вот. Просто, опять же, да? Чтобы, как-то, ну, я понял. Ага. Вот. Постарайтесь объяснить этот момент. Дальше. Значит. Можно ли проживать? Так, не боится. И второй вопрос. Так. Надеюсь. Не изучайте психологическую литературу самостоятельно. Вот. Это нужно только для психологов. Вам, как клиенту, психологическая литература и статьи не нужны. У вас и так, и так достаточно, скажем так, пустых знаний, которые просто знания умозрительны и всё. Возьмите себе вот ещё какой вопрос. Вот. Вы работаете над тем, чтобы перестать быть зависимым от алкоголя. Значит, куда развиваются ваши отношения? Какое у этих отношений будущее? А как насчёт ваших детей? Пойдёмте с тобой. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.